Тили-тили-ти-тили-тили-тили-ли-ли-ли Сегодня читала YouTube и там очередной человек задает вопросы по поводу результативности. Будут ли результаты в результате работы там по запросу... Если я обращусь. Да, если я обращусь на консультацию, потому что денег жалко и вообще... Ну, сперва вообще разговор начитается, как вы смеете ставить такую цену. хотя я считаю, что у нас сейчас цена стоит минимально из возможных. И при этом будут ли результаты? Давай поговорим о результатах. И результаты у кого? Есть две категории людей. Одна категория – это люди, которые обращаются с проблемой, сами работать и ничего делать не хотят. Это одна категория. Либо мамки обращаются за помощью спасителя нашего ребенка. То есть они приходят к нам в надежде, что мы их вылечим. И самое интересное, что даже если в этот момент ты просишь «почитай». Мы же, описано все, как мы работаем. И сколько уже говорили про то, что все полностью положено. Все есть. И человек не читает, не смотрит. Либо пишет «вот я не понимаю». «Вот я читаю и не понимаю». Ну, то есть интеллектуального рода проблемы. И человек ждет и говорит «гарантируйте». Ну, вот ты приходишь в клинику к врачу и говоришь «гарантируйте». Что является гарантией результата? Давай посмотрим это. Вот с этой стороны. Гарантия результата. С точки зрения, когда к нам обращается обыватель, гарантия результата – это гарантия изменений обывателя. Гарантия изменений – это обыватель поднялся и делает. Если он остается лежать и не делает, подлежащая вода не потечет. Возьмем по образу и подобию. Вот тренер и приходит, берет он ребенка обучать какому-то виду спорта, да? Точно так же. Мамка говорит «дайте гарантию», да? А гарантия будет от кого зависеть? Точно так же. От того, как будете работать. От того, как вы будете работать, как у ребенка пойдет, как он будет работать. Но тренер свое дело будет всегда делать, да? Но ведь зависит. И есть те, из кого можно сделать чемпиона мира, а есть, из которых нет. Которые просто научатся для себя. Да. Вот оно, по образу и подобию. Один в один. Один в один. То же самое будет. Но это с позиции обывателей консультации. Но у нас есть другая категория людей. Это люди, и сегодня я бы хотела поговорить больше про эту категорию, это люди, которые понимают, что они двигаются по пути инфодайинга, они занимаются инфодайингом, и они работают с другими людьми через психотехники инфодайинга, когда будут результаты. Совсем недавно просто увидела всю картинку целиком, вот просто как озарение, и я могу четко сказать, результаты будут на каждом контуре свои. Вот как психика строится по контурам, расширение сознания идет по контурам, и когда ты осваиваешь следующий контур, это гарантирует подкрепление предыдущих результатов. И тогда здесь будет важный момент, чтобы не возник разрыв, момент захода, и момент, какой контур ты берешь. Двигаться надо поступенно. Не перескакивая и не пропуская. Потому что контур должен быть полностью заполнен, то есть ты его должен пройти весь. И только тогда ты можешь сказать и увидеть, что здесь вот так-то надо и так делать. И тогда ты можешь перейти на другой контур. Это как мы учимся в школе с первого класса и дальше, и ты не перепрыгнешь в следующий класс, не взяв предыдущий. Ты можешь его взять быстрее, медленнее, больше использовать эти знания, меньше использовать знания, но все равно базу ты возьмешь. Ты этот класс пройдешь, не получится иначе. И вот здесь смотри, какую роль играет эго. И меня на самом деле вот эти вещи иногда просто в ступор вводят. Я просто помню, сколько лет мы потратили на то, чтобы вот эти вещи осознавать. И тут приходит человек, который никогда не занимался инфодаймингом, занимался эзотерическими темами, вырванные знания откуда-то. И он тут же, а вы об этом, значит, я буду это. Я это знаю, это знаю, это знаю. А потом психотехники не работают. А почему не работают? Потому что ты не знаешь, ты не прожил. Потому что ты вырвал там кусочек. Ты вырвал, это были не твои знания. Да, да. Ты их не прожил. Ты не имеешь собственных знаний, если правильно сказать. Ты не имеешь собственного опыта прохождения. То есть ты знаешь, как Вера Павловна ехала из Минска до Бобруйска. И зачем она ехала, хрен его знает, но она там ехала. И потом, когда ты встречаешь слово Бобруйск, ты, о, так там же Вера Павловна ехала. Подожди, но мы сейчас не про Веру Павловну, мы говорим про тебя, что ты этот путь не проделал. Ты остался там, где был. И вот эти моменты, они, конечно, ключевые. Я просто сейчас вот на 100% могу сказать, каждая психотехническая база творит чудеса из тех, что мы давали. На каждом уровне расширения сознания. И даже сейчас, работая с людьми, когда возникают какие-то проблемы, очень часто это хлоп, этот инструментарий уже не подходит, более широкий. Щелк вернулся, взял и доделал тем более мелким. Это как разные инструменты у тебя в загашнике. А для человека, ну как же, я уже такой, вот я уже здесь, значит, я вот, я все могу. Я-я-я, эго надувается, а результата не будет. И себя не обманешь. И это настолько очевидно. И есть лишь один индикатор развития сознания человека. Это результативность его работы. Только, да. Только, а другого нету. То есть, грубо говоря, поэтому мы говорим, тренируйтесь на людях, работайте с людьми, вы им пользу приносите себе. Это, вы, вы моете свои зеркала. Без этого вы не продвинетесь. И при этом ты берешь какую-то проблему, и ты понимаешь, что человека не изменилось. Или делаешь, делаешь, и тебе хочется сказать, да он сам не работает, он сам не меняется, он сам. Правильно. Он сам тебе в зеркале отражает, что у тебя здесь есть дыра. Пробелы. Да. Потому что есть дальше уровни расширения. Вот мы сейчас четко можем это говорить, когда действительно ты осознаешь контур чуда, и понимаешь, вот этот человек сегодня поправится. Все. И это чудо. И это чудо происходит. И когда ты вот такое чудо запускаешь, но опять-таки, когда ты это чудо запускаешь, вопрос. Это ведь надо, чтобы у тебя внутри было вот это состояние на запуск именно этого человека увидеть здоровым в зеркале. Конечно. А ты, видя человека в зеркале, видишь готовность человека вообще быть здоровым. А надо ли ему это здоровье? Или вот настолько сейчас благодарность болезни идет и осознается глубоко. Но ведь, понимаешь, ну выключил ты эту болезнь, а он как был, так и остался. И тогда ему надо другую боль придумать. И тогда у него включится другая. Потому что автоматически будет, если он не осознал... Причем она не включится уже, уже ты сам придумываешь другую боль. Но это тоже как вариант. Но у него в то же время, если ты его отпустил, забыл о нем, у него включится все равно. Ну да. Это если ты его выкинул. А если ты смотришь на него и понимаешь, что, блин, ну здесь... Ну ты заходишь в подсознание, и подсознание хочет дать по голове. Ну ты хочешь, не хочешь, а ты будешь давать по голове. Иначе ты в дисгармонии. Это тот момент, когда либо ты осознаешь и двигаешься сам, либо тебе надо причинять боль. Вопрос, какую боль причинять? Либо ты двигаешься сам, либо тебя надо постоянно пугой, ну этой вот, да, плеткой. Ну либо вот инструмент, как я сегодня человеку писала, мы сидели ржали. Ну ты страшилку загоняешь, только чтобы он жопу с дивана поднял. А иначе? А иначе, ну это про уровень развития сознания, извини. Тут и чем больше оглядываюсь на пройденный путь, тем больше понимаю, этот мир абсолютно находится в гармонии. Идеален. Он просто идеально собран. И болезни, они идеально вписываются. И боль нужна. И болезнь, она полностью создается из хаоса для того, чтобы выключить робота в автомате, робота-автомата в человеке, для того, чтобы вернуть разум. Чтобы он живой стал, да? Да, чтобы он ожил. Чтобы он ожил, чтобы он начал чувствовать. Боль возвращает. Да, да, да. И дальше смотри, ведь тогда получается, есть заболевания, вообще стебные с подсознанием. Вообще стебные. Посмотри онкологию. Это же, ну, депрессию мы с тобой раскладывали. Посмотри онкологию. Это же вообще в чистом виде стеб подсознание. Он говорит, а, ты недоволен этим телом, давай создадим другое. Давай, да. Прям при жизни истебется. Потому что ты же недоволен, ты же всем недоволен. Тебе тело это не нравится, на тебе. Понимаешь? И вот, когда вот эти вещи видишь, а зачем вмешиваться? С одной стороны. А с другой стороны, если тебе интересно вмешаться, интересно вмешаться, потому что ты-то создаешь все равно в своей реальности эти персонажи. Ты-то двигаешься. Ты-то двигаешься. Ты же идешь в развитие, да. И поэтому тебе интересно вмешаться. И это действительно, ведь это ты создаешь для того, чтобы двигаться, чтобы расти дальше, да. Это вмешательство в твоей реальности происходит. Эти люди в твоей реальности проявляются. Да, это ты их же создаешь. Да, ты их создаешь. Да, но при этом ты не охватываешь тогда всех на своем пути, правильно? А ты идешь по своему направлению. Да. Но при этом... Сколько людей, глядя на нас, говорят, я тоже так могу или я тоже так хочу. Но те, кто говорят, я тоже так могу, давайте, вот сядьте точно так же в кресло, точно так же закройте глазки, настройтесь на человека, и точно так же, так, у тебя сегодня работаем с каким-то заболеванием, выключаем. И давайте проработайте человека, и потом посмотрим результативность вашей работы. И вы честно будете видеть, вот тот же самый аутизм, аутизм, наверное, самое простое, что есть в психике для работы, потому что здесь можно зайти через родителей, через отражение, и иметь, если не в лоб, то по лбу, да, то есть если с одной стороны не заходится, с другой стороны заходится, то есть у тебя есть даже варианты работы через родителей, через ребенка, ты все равно можешь прийти к результату, либо с той стороны, либо с той стороны. Вот возьмите, то есть аутизм, как самое простое заболевание, давайте возьмем в работу и посмотрим ваши результаты. И это уже будет честно. Точно так же можно добавить и другие заболевания, любые разновидности. Это один момент. Следующий момент. Если у вас не получается, значит, давайте найдем, почему не получается. Почему не получается? Потому что вы не чувствуете человека, у вас не отражается информация, вы не можете дойти до корня, куда информация уходит корнями, она уходит в глубины психики. И вот когда вы уже идете в глубины психики за информацией, то там есть такие моменты, когда вот этот контур, если вы на него расширяетесь и работаете, значит, здесь информацию вы можете снести. Следующий контур вы тоже можете снести, тогда вам приходится расширяться. И это постепенно. Это как ткать мандалу. Создающее сознание ткет мандалу. И если у вас где-то дырка, то там будет скапливаться информация, которая будет вносить искажения, и вы не будете иметь результата. И психотехника у вас играть не будет. Вы будете обманывать себя или обманывать клиента. Если туда не будет направлен ваш интерес для заполнения, именно чтобы заполнить знаниями, а не искажением, не обманом самого себя. И сложность в том, что у каждого точки входа своя, но все равно придется пройти абсолютно весь путь. Абсолютно. Нигде. Ни одной точки ты не пропустишь. Вот это можно говорить железно. Тогда у нас вопрос с тобой. У нас весь путь выложен на видео в семинарах и тренингах. Весь полностью. Но там тоже есть пробелы. Те пробелы, которые мы закрыли. Что с этим делать было? Предложим человеку самому пройти? Я, в принципе, за этот вариант. Потому что оглядываться и... Играть в чужую игру. Это тормозит. Когда ты глядываешься, это тормозит. Это торможение. Это остановка. Это наша остановка. И тут только лишь... Сам. Да, сам. Смог пройти этот сам уровень, значит, дошел до следующего. Значит, молодец. У человека надо, чтобы возник интерес. А чтобы возник интерес, это... Кстати, это и будет подогревать интерес. Пройти это самостоятельно, чтобы удержать интерес. Потому что не все, что будешь есть, то, что тебе дают как птенцу. Есть момент, когда хочется самому пробовать лететь. Лети. Пробуй. И там вот как раз вот... Есть, есть, есть. Потом хлоп закрыт. Есть, есть. Потом хлоп закрыт. Вот эти моменты, это вот как раз для отражения интереса. Для этого должно быть у человека сознание, готово услышать то, о чем мы сейчас говорим. И тогда он не будет жить в дырявых одеждах. Понимаешь, это же ведь то же самое. Это дырявая материя у него. Или сознание дырявое, как угодно. А он будет понимать, что я хочу хорошую, целую, целую, красивую, насыщенную жизнь. Вот она, красивая материя. И будет заполнять свои пробелы, свои дыры. То есть он сам вернется. Это моя жизнь. И он будет наполнять, наполнять. Ну и в любом случае, жизнь за человека ты прожить не можешь. И это правило игры. Каждый проживает свою жизнь. Каждый проходит свой путь. Каждый видит свой путь сам, выбирает сам. И каждый учится на своих ошибках. И здесь нельзя себя обмануть тем, что я обладаю какими-то психическими способностями. Но при этом мое сознание на уровне, мягко говоря, животных. Это уже обман. Животные не обладают. Ну, обман. Слушай, я вчера открываю ТикТок, а там очередные целители себя рекламируют. Да, я понимаю, да, о чем. Ну, и ты смотришь на это дело. И причем смотри, как обман. Ведь в обществе целитель, это должен жить в дряхлой избушке, ходить в ободранных трениках, питаться свеклой с морковкой и выращивать там подножный корм какой-то себе. И при этом бесплатно всех исцелять. Но вы больные на голову. Вот, ну, реально. Чего вы ждете? Этот человек не смог вырасти сам. Он находится на животном уровне сознания. Что он тебе исцелит? И ожидания. Чудо. Ну, это так же, как возьми Индию. Возьми Индию. Едут за знаниями туда. А посмотри, как они живут. Жижу какую-то. Я сегодня буквально в Инстаграм. Хрязную. И очередь стоит за этой жижей. Или там с пола что-то едят. В храме в каком-то. Ты понимаешь? И там знания. Я теперь рассказывала, как я в храме побыла босиком. Я при Богу отвечала. Так представь, вот за знаниями идут. Вот. Куда едут? Там они всех заставляли разуваться, блин. Я как вспоминаю, так... Слышишь? За знаниями какими. Как стать нижшим разумом. Как деградировать. Знания, как деградировать. Так смотри. Индия вообще, она очень хорошо показывает вот эти вещи. Кстати, недавно увидела очередного европейского гуру под индусо-подстраивающегося. Знаешь, скорее всего, это что-то типа Шри-Ланки или Бали. Во всяком случае, антураж такой. Потому что... Ну, либо как минимум штат Кирала или Гуа. Потому что вряд ли он сидит в Мумбае, ну, судя по условиям, в которых берется интервью. В которых берутся интервью. Вот. И чувачок так нормально одел на себя роль и нормально разводит на какие-то духовные очередные учения. Но ты знаешь, это что напоминает? Я когда смотрю, у меня все время стек берет. Вообще, в последнее время это восприятие часто бывает. Иногда ловишь себя на мысли, что ты оказался в племени Мумба-Юмба. Но это племя так живет. И ждать помощи из космоса тебе не приходится. Но это племя, оно находится на такой стадии развития. И оно воспринимает все твои рассказы из будущего. Оно воспринимает через призму племени. Ну, потому что у них интеллект такой. Вот для них самолет – это виманы из двух досточек и так далее. И мобильная связь – это досточка, по которой какой-то придурок пытался что-то говорить. Ха-ха-ха. Понимаешь? Вот когда вот эти вещи осознаешь в обществе. И потом смотришь. Вот человек, который вообще прилетел туда на самолете. И готов рассказывать про виманы. «Чувачок, либо ты очень хитро вы этот вот, да, и это, либо у тебя с головушкой-то не все в порядке». Тут другого-то варианта и нет. Угу. Ну, что, не так, что ли? Конечно, так. Ты попадаешь в эти условия. Ну, смотри, ну, вещает-то он не на ту аудиторию, а вещает-то он на эту аудиторию. Ну, вот так вот в том-то и дело. Поэтому, скорее всего, первый вариант. Поэтому, вот смотришь на эти вещи, ну, это на самом деле стёб сознания, стёб подсознания, когда ты вот все эти вещи в отражении видишь, это круто. Эта игрушка, она стёбная, она прикольная, она дарит счастье. Но эта игрушка даёт место для каждого на самом деле. Для каждого, да. Каждое на своём месте. Вывернись как хочешь. Да. Только кайфуй. Только кайфуй. Главное, чтобы осознавал, что только кайфуй. Ну, да, 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 да. Хочешь туда смотреть, смотри, двигайся туда. Хочешь сюда, смотри. Главное, не мешай другому на самом деле, между прочим. Да ты не можешь никому помешать. Если ты двигаешься, ты уже помешать не можешь. Если ты двигаешься. Вот если ты лежишь, ты можешь быть бревном на пути или камнем. А если ты двигаешься, ну, и это двигается, и ты двигаешься, всегда разойдётесь. Всё равно будет, да. Если видишь в нём себя. Ключ научится видеть в другом человеке себя. И ты знаешь... Даже не то, что в человеке, а вообще во всём себя. Во всём видеть себя. И ты знаешь, и тогда люди всё больше исчезают из твоей реальности. Остаётся очень маленький круг для общения. Сейчас это вообще... О том, что по-другому не может быть. На самом деле, оно... На самом деле, вот в такой ситуации, оно не может по-другому быть. Ну, да. Вот оно, появление, на самом деле, если вот брать так, это и есть появление больших людей. Если взять образом. Это на интернете за спасение. Да. Парадокс. Да. Цифровые технологии за спасение. Искусственный интеллект – это спасение. На самом деле, касательно искусственного интеллекта, это на самом деле спасение. Я не так давно слышала очередного учёного, который пугал искусственным интеллектом, как он завладеет людьми и так далее. Все люди будут порабощены. И я так сидела и смотрела, как поработить мертвеца. Но это уже невозможно. И у мертвеца можно только оживить. Искусственный интеллект не может оживить. Даже здесь смотри, какой стёп. Стёп вообще. Нет, искусственный интеллект не может оживить мертвеца. Люди уже мертвы. Их сознание мертво. Искусственный интеллект не может оживить мертвеца. Но при этом он может сделать его ходячим, двигающимся. Помнишь, кинокомедия была, когда там двигали этот труп, да? Ну, на самом деле искусственный интеллект либо автоматические программы, назовём это так, либо рефлексы, инстинкты и так далее. Те моменты движения человека, которые человек не осознаёт, и под которыми нету чувства. Это значит, нет разума. То есть вот любой автоматизм, он идёт из контура вот этого автоматического, искусственного контур целого в психике, большой, который наука не хочет исследовать, потому что там доказать ничего невозможно, и туда не ходи. А, это есть. Но это не сделает из человека, из мертвеца человека. И это уже не ухудшит те разрушающиеся сознания, которые уже выходят из игры. Наоборот, это продержит их какое-то время в автоматическом режиме, в режиме автопилота в игре. И при этом это создаст другие игры. Но в любом случае автоматизм должен быть в каком-то балансе с разумом. Если будет дисбаланс, конфликт, программ, то это разрушение всей системы. То есть суть не в том, что искусственный интеллект там плохой или он хороший. Нет, всё должно быть в балансе. Если есть баланс разум, искусственный интеллект, всё хорошо. Нету баланса – нету. Но когда мы говорим искусственный интеллект, это не только эти ВИЧаты, которые есть сейчас. Это всё лишь одна разновидность. Мы говорим про автоматизм в теле человека. Именно. Человек же автоматичен на свою половину. Да. И при этом, когда это всё идёт в сочетании, то есть когда ты осознаёшь ценность и искусственного, то есть автоматизма, и ценность разума – это когда ты сам управляешь. Ценность чувств. Центр, да, чувств, то ты тогда целостен, ты тогда можешь отдыхать. То есть ты не будешь, ты будешь постоянно в моменте здесь и сейчас чувствовать, что тебе надо сейчас, на данный момент. И тогда тебе не надо на самом деле расписание какого-то там твоего времени. Ты его сам знаешь, как его планировать. То есть тебе не надо, ну это так, тебе не надо тогда праздники, которые привязывать тебя будут, что тебя выполняют. Каждый день у тебя праздник. У тебя каждый день будет праздник. То есть ты будешь действительно жить. И тогда, прошу заметить, тогда не возникает желания нанести себе боль, нанести, быть в печальке, быть максимум, что ты можешь взгрустнуть, если, допустим, что-то приду... Ну, я не знаю, там интерес у тебя направлен на что-то, да, и ты, допустим... Ну, даже я не могу представить, чтобы в этой ситуации можно было взгрустнуть даже. Потому что тебе будет всегда интересно. И ты всегда здесь и сейчас. И ты всегда находишься в благодарности. Ты здоров. Все вот это... Это твое внимание на твоем интересе. На твоем интересе. На твоем. На то, что тебе интересно. Мы сегодня интересную тему с Вовой обсуждали. Знаешь, какое? Вспоминали Советский Союз. Когда жилось лучше, да, что есть люди, которые говорят, что они с удовольствием вернутся в СССР, а есть люди, которые готовы быть здесь. Ну, я родом из СССР, ты тоже родом из СССР. Так вот, я вспоминаю свое детство как счастливое все-таки. И я Вове привела пример и говорю, вот смотри, когда в моем детстве новости были. Ну, во-первых, телевизор столько людей не смотрели, как сейчас, и компьютеры. Этого не было. Гуляли больше на улице, больше общались, говорю. И улица была какая-то доброжелательная. Дети бегали гурьбой там и так далее. Котки эти заливались там, катались прямо в дворе. Если на мультик бежали смотреть кому-то в квартиру, то там толпа собиралась, детишек. То есть все как-то было по-другому. Сейчас такого нет. И самое главное, говорю, смотри, новости, которые были тогда и сейчас. Вот тогда, если вспоминать новостной телеканал, он передавал, столько-то хлеба собрано, столько-то машин выпущено. Там-то мы стремимся к КПСС, к светлому будущему. И вот это все заряжалось позитивом. Говорю, даже смотри, не передавались новости, не было этой музыки напряженной, такой угнетающей. И должны были сказать, вот там разбились самолеты, вот там война, там подрывают, там еще что-то. Я говорю, я не помню новостей ни про войны, ни про взрывы самолетов, ничего. Половину авиакатастроф, которые случились, они были инкогнито. Вова говорит, да как же людей не держали в курсе того, что происходит в мире. Но тогда было интересное исследование. О нем, кстати, печатали тогда в СМИ. У меня с детства это запомнилось. Ведь про сознание говорили и тогда. Сталин тоже занимался развитием сознания. То есть это не наше достижение с тобой. Так вот, тогда было интересное исследование научное на тему. Во всяком случае, я помню это из своего детства. Когда говорили, если людям в СМИ сообщить о гибели самолета, то как минимум еще дополнительно к этому самолету потерпят крах еще энное количество самолетов, потому что сознание человека будет направлено на разрушение, на авиакатастрофы. Внимание. Включается страх, и через внимание люди продуцируют эти катастрофы. Куда внимание там? Так вот, вот эта штука наукой была доказана в 70-е годы. А потом? А потом? Вот то, что пришло потом. А сейчас на чем держится внимание людей? Вот просто новости почитай. Если у тебя нету там войны, убийства, насилия, разрушения, то это не новость. Да. А значит, куда направлено внимание, то мы и создаем. То мы и создаем. То есть развернулось внимание. Разрушение. Потому что увиделось, что так можно управлять стадом баран. Так можно продавать стаду баран. Продавать, управлять, что хочешь делать. Направлять. Это как, допустим, за какими-нибудь муравьями их сделать, посадить в загородки. А надо, чтобы они перешли сюда. Открыть здесь проход, и они все пойдут сюда. Ну, то есть у полного права. Правильно. Сперва ты сеешь страх, а потом ты даешь выход. Но выход только один. Один, да. И тот, который тебе надо. Все. Система манипулирования. Сегодня я смотрю ролик, просто ржать начала. А украинские там ученые весь такой важный, доказывает. В Украине нету нигде чистой воды. Там и это грязно, и боржоми грязно, и все грязно. Вы посмотрите, что пьет табаба, он там цифры какие-то называет. Ну, видно, прошвандовка такая, да. Ну, мужик, но просто женское слово подходит к нему. И вот он рассказывает, рассказывает, а потом говорит. Вот только одна вода в Украине. Все покупайте ее. Блин, как это дешево. Да, дешево, да, да, да. Просто как на уровень сознания, знаешь, вот на того же муравья, да. На дебилах. И ты знаешь, половину дебилов схавают это дело. Ну, это на самом деле стеб, вот просто стеб. Так вот, в СССР такого не было. Я не хочу назад в СССР ни в коем случае. Там были свои другие при Бамбахе. Это просто был контур развития сознания, контур. Вот он пойден и хочется дальше. Да, я хочу сказать, что тоже я с СССР же родилась, да. И у меня в памяти, вот в моей памяти, все хорошее связано с нас. Абсолютно. И когда что-то я где-то читаю, там какие-то, не знаю, что там было, там то-то, там жалуются. У меня было все хорошо. Абсолютно все хорошо. Кто, да, я помню по телевизору, если новости, то, да, как ты говоришь, там за урожай, за, то есть направление внимания на рост, на рост, на рост. При этом тоже конкретно управление вниманием, там конкретно. Вот. Но при этом это было направлено действительно на то, чтобы подниматься, подниматься, подниматься. Даже ближнего похоронили весело. Я просто помню, нас собрали в школе. А потом транслируют этот гроб, когда его кинули туда все. То есть, о-о-о, кинули, так и мы нахт. Да. А на школе всех держали. Я этого не помню, честно. Нет, это было весело. Но, во всяком случае, у меня даже похороны Брежнева запомнились весело. Я знаю, что с похоронами Брежнева помню. Замирание, замирание людей. Вот это замирание такое было. Знаешь, как будто... Что будет дальше? Что будет дальше? Такое замирание. Вот как будто... И тишина. А потом дальше было ожидание, что дальше мы будем всех хоронить. Потому что этот старый, этот старый. Да, да. И уже дальше был настрой на похороны. И причем это все из стеба было. Точно, точно. Вот реально. И народ стебался. А сейчас, если посмотреть видео, где выступал Брежнев, да? Как по-детски, как в яслих. Да, да. Настолько наивно. Настолько наивно. Вообще, вот этот период, он и воспринимается наивным. Я на своих родителей смотрю, когда они там стеснялись друг друга обнять. Уже дети помырастали, да. Они стеснялись чувства проявить. Да, секса ж не было. Стеснялись проявить чувства там где-то. И при этом вот глаза выдавали эти чувства. И вот эта детская наивность. Я помню. Да, а вот смотри. Да, я это очень тоже хорошо помню. Вот именно наивный, чистый, да. И при этом рождались уже дети. Это я уже теперь про себя буду говорить. Рождались дети, которым хотелось. То есть у них секса не было, да? У родителей. А которым хотелось на эту тему уже поговорить. Я помню, как мне хотелось с мамой разговаривать, спрашивать. А у них это как собред такой. Это тема. Я помню, я какой-нибудь вопрос задам маме. Мама краснеет. Знаешь, так не знает, что ответить. А мне как ребенку хочется. Вот как сознание ребенка стучится. Мама, откройся. Давай. То есть давай, услышь. Давай просто разжимай свои границы. Раскрывай. Вот дети принудут. Вот это я очень хорошо помню, да. И вот на фоне этой чистоты, которая была, да, вот этой наивности даже в родителях. И не только в вопросах секса. В период СССР там, наверное, больше материальный фактор был грязным. Очень грязным. Очень много людей. Во всяком случае, очень много подлых моментов было. И жадных, которые я наблюдала со стороны. Я все-таки в обеспеченной семье выросла. И я видела проявление людей, лезть и вот эти все вещи. Я много чего осознала в детстве. Просто из наблюдения по тому, как вели себя у нас дома, проявляли люди. И потом, когда отца хоронили, вот эта благодарность людская, которая была, она была. Отец был очень такой, очень порядочный человек был. И вот у меня остался такой чистый след за тот период. А теперь смотри, когда 90-е годы, хлынула проституция, порнография, вся грязь, что только можно, она только так, ну, ей обвалилась и вскрылась. Вся жадность вскрылась, как нарыт, как младая рана вскрылась. А ведь почему она хлынула и вскрылась, как рана? Потому что подавлено было все. Потому что все было запечатано. Вот оно как. Только что я рассказала про себя ребенка. Вот именно было закрыто, зажато и нельзя. Табу. Табу. И поэтому оно смогло именно вот нанести этот такой, как удар, да, вот этого взрыва. Потому что табу. А если бы это было плавно, то есть сознание позволяло слышать, позволяло расслабляться. И тогда, смотри, и тогда на самом деле вот этот вред не был бы нанесен, да, вот этой грязью от их нахлынувшей. Потому что дети бы, дети, они бы от родителей знали бы об этом, об этом. То есть они были бы подготовлены, и у них были бы расставлены ценности. А так, прикинь, ребенку, ну что, допустим, мама, допустим, не говорит, что нельзя, ты не умеешь летать, нельзя прыгать. У тебя нет крыльев, нельзя прыгать со скалы, да, просто так. А ребенок, и вот, ну не научила, я не знаю, какой образ подрабатывать, я взяла такой. И ребенок со скалы, ну птицы же летают, и я полечу, пфу, или кто-то ему сказал, да, и разбивается. Вот это точно так же. Понимаешь, то есть, и вот, кстати, наша тема сегодняшнего, поступенного. Поступенного. Поступенного, но при этом заполненного, нет нигде разрывов, нет везде. А смотри, тоже, вот как в схемах, как мы сегодня говорили, отставание на контур. Мама отстала, ребенок чуть вперед, и он приносил эту информацию. Вот этот вот дельта, это, который существует, благодаря которой существует момент здесь и сейчас, на другом контуре, на большом контуре, вот эта дельта, когда в поколениях ребенок пришел, подсветил, пора, пора. А просыпание, кстати, вот говорю, понимаю, как интересно сейчас вскрыть Северную Корею, вообще просто невероятно. Это, прикинь, там же сразу есть и Южная, и Северная, и они одинаковые, только по-разному развивались. Это вообще, это вообще просто невероятно. На самом деле, действительно, вот именно Северная Корея, это, знаешь, такой эксперимент экспериментов. Прям возможность, возможность. На самом деле, невероятная возможность. Для того, чтобы увидеть очевидное. Да, 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 да. Когда возник разрыв, вот дельта. Вот здесь дыра, это дельта незаполненной информацией. И вот оно наглядно тогда. Когда дыра с незаполненной информацией. Точно так же движение по психике поступенное. И расширение поступенное. И нигде не может быть пробелов. Если ты пропустил, обязательно надо это заполнить. Вот оно, сознание, которое в потоке все равно развернется для того, чтобы заполнить. Чтобы заполнить. Потому что, если что-то не заполнено, ты вынужден разворачиваться и отрабатывать это. Да, да, да. Только тогда ты можешь. Вот он так наполняется, рюкзачок кармы и родовых отработок. Для того, чтобы ты этот прожил, полностью все осознал на своем опыте. И получил знания, и тогда все. Но карма и родовые, вот эти все вещи, для того, чтобы ты на собственном опыте. Но ты можешь осознать, это не проживает, а то, что делаем мы. Мы просто смотрим, и каждый вот этот момент, который всплывает, мы по подобию находим, осознаем, закрываем, закрываем, закрываем. И это все ложится, ложится, и за одну жизнь просто не одна жизнь, и даже не десяток. Да, да. То есть, это закрывание очень большого количества игр, и при этом происходит расширение сознания. И когда оно происходит, и тебе становится доступен следующий контур, то тебе стал доступен следующий, ты уже можешь работать с предыдущим. Только когда ты уже осваиваешь следующий. Когда ты прошел первый класс, второй класс, ты... Когда ты учишься в третьем, ты уже можешь работать с первоклассниками, и у тебя уже есть в практической работе второклассники. Конечно. Но ты уже можешь реально работать с первоклассниками. То есть, вот она трехточечная система, и получается, что каждый раз, вот каждый контур беря, вот точно так же у тех же самых наших учеников и у стажеров. Сейчас много людей, вот когда начали в России запускать проект, много россиян сейчас уже пишут насчет того, чтобы присоединиться на платформу, работать. Чуть-чуть еще. Я думаю, что с нового года уже мы дадим доступ регистрации россиянам. Так вот, все, что касается этого. Тут же прыг, я буду работать так, я буду работать так. Психотехнической базы мало. Расширение сознания произошло, будет результат. Не произошло, не будет. Расширение, это отработано на людях, ты осознал, ты закрыл этот контур. А все контуры мы поописывали. Мы все контуры описывали. Если этого не делать, у тебя будет лишь раздуваться эго на пустых вот этих кротовых норах. Просто будет раздуваться эго. А это уже о болезни, об искажении. А это искажение, которое возвращается к тебе самому историями, которые тебе будут подсвечивать, где у тебя не отработано. Для того, чтобы запомнить. Это точно так же, если ты в первом классе пропустил какую-то тему образно. Она к тебе будет стучаться. Ты в третьем классе, ты будешь по-любому, не сможешь решить, допустим, что-то, что ты пропустил. Все, ты будешь по-любому это поднимать. Так смотри, какой путь проделали мы. И, наверное, самый сложный и самый трудоемкий путь был – это пройти базовые структуры психики. Да. Но смотри, только с какого уровня мы смогли разложить полностью высшее я. Да, кстати, да. Казалось бы. Так мы же там эго-ум высшее я. И говорили же постоянно, говорили о нем. Говорили постоянно. А только сейчас. А только сейчас мы разложили. Так что же у нас все-таки одно? И как дальше идет. Но опять-таки, ты сейчас выдай это в эфир. Ведь это очевидные вещи мы выдаем для нас. Ты выдай это в эфир. Это начинается упрощение. Эго раздувается сюда. Для эго надо обязательно объяснить себе, объяснить, не зная, объяснить, не зная наложить искажения. То есть обмануть самого себя, придумать раздуться, все, прикрыть эту ложь для того, чтобы… Создать игру для познания. Задача – создать игру для познания. И подмена функции ума тогда. В чистом виде идет подмена. Да. Кстати, да. И тогда ум, да, действительно, искажается то же самое. И благодаря этому возникает игровая дельта. И теперь смотри, когда ты эту игровую дельту знаешь, видишь и видишь самую игру, ты можешь дельту убрать. В любой игре абсолютно. Вот как мы сегодня выключали заболевание у человека. Да. Просто. И тогда работает отмотка, исчезает там время. Все, человек уже перенес это заболевание. Стоп. Больше заболевания нет. И он здоров. Но отмотка работает. Это когда ты дельту осознаешь. А если дельта не осознаешь, ничего не будет. Конечно. Мало того, что осознаешь, ты ее чувствуешь. Вот где обмануть нельзя. Ты ее чувствуешь. Если ты ее не чувствуешь, тебе ни с чем работать. А чувствуешь, если работает чувство, значит там работает разум. В чистом виде работа разума. Не ума, а разума. Вот и все. Обмануть не получится. Даже если ты захочешь там на виманах летать и рассказывать всем сказки. Какой ты левитант, не получится. Потому что ты обманываешь сам себя. Себя обмануть невозможно. Блин, какая стемная игрушка. Просто невероятная, крутая. Но ты знаешь, ну и тогда и умереть не получится. С этого контура умереть уже не получится. А что такое вообще смерть? Понимаешь, что это? Игра в декорациях. Все. Если ты вышел из этой игры, если ты осознаешь моменты включения и выключения, то у тебя не будет возможности, как ты говоришь, умереть. А я сейчас, знаешь, на чем зависла? Ты говоришь про рассказывать, что я летал где-то. А я, знаешь, так, только если хотел сказать, что только если рассказывать этим племени Мумба-Юмба, да? И смотри, даже если ты рассказываешь племени Мумба-Юмба, ну, то есть низкого развития уровня, ты рассказываешь, да, они тебе будут верить. Но при этом что в тебе начинает расти? Ты раздуваешься. И по итогу ты забываешь вообще, ты останавливаешься полностью. Ты входишь в эту роль, и ты уже властелин этого Мумба-Юмба. И все, и теперь что? Ты обманул сам себя, ты остался в Мумба-Юмба. Ключевой входишь в эту роль. Вчера вижу ролик, хороший ролик. Мужик борется с сахарным диабетом второго типа. Молодец мужик, не хочет сдаваться. Люблю таких, это заход на Моресева, мне это дело очень нравится. Но зашел он не с той стороны. Как всегда. Ну, как мужчина может зайти, он всегда заходит не с той стороны, не через ту дырку. В общем, вот смотришь, сперва он шел, подход был нормальный, но он вместо того, чтобы заглянуть во вторичные выгоды, в психику и разобраться со своими нормами, которые у него нормы в голове, да, он сперва вроде туда взгляд направил. На самом деле, самое-самое начальное, я несколько роликов до этого видела, самый начальный заход у него был правильный. Но в какой-то момент он подсаживается на деньги, что можно там на травах зарабатывать, почему-то пока копеечный заход, но он уже четко так сел на вторичную выгоду. И у него появилась роль. Вот самое главное, когда я увидела, что в роликах уже появилась роль, мужик, ты уже не выйдешь из сахарного диабета. У тебя есть вторичная выгода, плюс она уже подкреплена деньгами, и плюс у тебя уже есть роль, да, и ты уже раздуваешься. Теперь осталось сделать качели, мне лучше, мне хуже. И играй, что и будет. Он и будет качаться на них, будет лучше, хуже, и по итогу, смотри, лучше, хуже, лучше, хуже, и качели эти рухнут, при том, он уйдет. Конечно, тут без вариантов, но сам факт, что вопрос, сколько прокачается, оно заход был сразу правильный. Я даже один ролик, там толковый ролик был, потому что он абсолютно правильно по травам зашел, переслала другу, говорю, смотри, травы здесь, правильный заход. А дальше в психику, в себя человек смотреть не хочет. А если он в себя смотреть не хочет, то и выхлопа он не получит. Потому что либо ты разбираешься с собой, зачем тебе эта болезнь, зачем, и ты убираешь вторичные выгоды и убираешь нормы. Вторичная выгода и норма, она будет напоминать вот эту банку с огурцами закатанную. Огурцы – это твои вторичные выгоды, банка, которых удерживает под крышкой, это твоя норма, ты такой хороший в этой норме. Так вот, пока ты эту банку не встрельнешь, либо она взорвется сама через болезнь, либо ты ее сам откроешь, подостаешь оттуда огурцы и поразбираешься с ними, что выкинуть, что съесть. Но в любом случае, может быть, там уже все протухло и все надо выкинуть оттуда. Но разобраться, зачем ты эту банку себе засунул, закатанную, под свои нормы. Без этого ничего, чувачок, не будет. Вообще ничего не будет. А сам ты там не разберешься, потому что сам ты себе ни один гнойный нарыв не вскроешь. Вот для этого нам нужно и зеркало. Да, без этого ты не разберешься. Нет, не получится. Ты себя не увидишь без зеркала. Но еще, чтобы себя увидеть, надо осознать, что это ты, да? Ну да. В зеркале. Да, да, да. Так в этом-то и степ. Смотри, степ, игры. Мы смотримся в зеркала, мы смотримся в водную гладь, в чистое сознание смотримся. Видим свое отражение, там видим свое отражение, поднимаем глаза, а в другом человеке видеть не хотим. Мы себя не видим. При этом все лишь посмотри в зрачки, ты увидишь там себя, такая же гладь. Да, да, да. Степ вообще невероятный. Так ладно, ты даже умом согласился. Все, ну хорошо, я вижу себя в этом человеке. А декорации не ее, декорации-то нет. И все, точно следующий контур перешел в отражение. Почему декорации-то не ты? Кто это сказал, что не ты их создаешь? Посмотри собаке в глаза, ты там себя тоже увидишь. Да, да, да. Это тоже твое отражение. Здесь и сейчас. И эта собака живет в тебе, и этот кот живет в тебе. У тебя есть повадки животные, которые остались. Ты весь мир создаешь. И ты можешь быть бревном, он лежащим на дороге. И можешь проявляться на своем диване точно таким же бревном. Да, да. Все, что захочешь. И смотри, религиозный степ, вот тоже такой момент. Тоже недавно в осознании было вообще там по народам. Шло сознание, по подобию народа зацепило вообще. Да, я поняла. Смотри, если тебе, вот если бы ты разозлилась на народ и сказала бы, ну да сдохните вы все, да. Ну вот как создатель с большого контура, как большое я. То что бы ты по приколу бы утворила? Ну. Какой-нибудь ритуал с членом, да. Ну вот точно так же, как по приколу, индусы молятся генгаму, да. Да разные ритуалы. Можно это. Да разные ритуалы. Вот тебе ритуал обрезания. Ну, чтобы не размножались. Один из ритуалов – это потоп тоже самое. Потоп тоже самое. Залить чистым сознанием, чтобы сдохли все. Да. Лязь по этому чистому сознанию. Если у них мозгов нету, то как-то муравьев, которые за сахаром не идут и не уходят с участка, как-то их водичкой. Водичкой смывают, потопчик. Так вообще, вот эти вот стюбы, когда ты берешь по приколу подобию, ты понимаешь, вот в нашем подсознании вот эти же приколы, они записаны только на других контрах. А обрезание – это что же, именно ты правильно говоришь? Обрезание. Вообще, изначально это было бы грызание. Еще и обрезание. Понимаешь? Есть чем заняться, называется. Младенцем. Дело в том, что я вообще поражаюсь, когда люди считают эту операцию легкой, и младенца в две недели относят грызть раввину. Это вообще дичь, 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 дичьная. Дело в том, что только избранный народ может такое утворить. Тот, которого надо было земли лишить и вообще убрать из игры. А выжившие должны были поумнеть, когда они рассеются и ассимилируют в других народах. Дело в том, что вот все, что касается этого обряда, на самом деле это сложная операция. И дети, она же потом хирургическое вмешательство, 10 дней в больнице ребенок. И какие риски создаются. И риски очень большие. Во-первых, переживания, смотри, даже все. И психические травы. Да, да. Ну, это по сути своей, понимаешь, на самом деле это такая же пустота, да, причем наносящая вред. И вред. Как и у этих. Масаев зубы выбивать. Да, даже самое. У детей повырывать все зубы. Ну, ты уже помекла. Знаешь, смотришь, всех масаев, у них у всех нет передних зубов. А потом спрашиваешь, зачем у вас нет передних зубов? Свистеть хорошо все. Свистуны все. Свистуны, блин. Коров зовут. Или там, что они с ним называют. Или призывают. А смотри, как норма стала. Традиция у нас такая. Под традицию ходить нельзя. Почему традиция? Вождю когда-то удалили. Если вождю когда-то удалили, значит, всем потом детям надо в шестилетнем возрасте вырывать зубы. Или он выбил вообще. Или выбил. Да, поэтому надо удалять. Это вообще вот эта дичь под традицию, под норму. Ну, вот оно эго. Вот оно пустое эго, которое же сдувается на пробелах. И там же и отсутствие, соответственно, знаний и опыта. И сознание редеет, редеет, разряжается, разряжается. И все, и деградация пошла. Вот оно старческая деменция. Да, кстати, религия очень сильно подпитывает старческую деменцию. Просто невероятно. Люди, которые уходят в религию, вероятность заболевания деменцией у них возрастает в разы. Причем самое интересное. Помнишь в Бразилии, насколько верующие люди. Насколько там клиники все завернуты на боги. И эта статуя их Христа и так далее. После нас в нее влетела муния. Но самое прикольное не это. Самое прикольное, что они недавно, ну, явно, чтобы поддержать, что молитва влияет и спасает, и лечит там от ковида и всего остального, запустили исследование, в котором должны были поддержать данную фишку. Так вот, смотри, даже бразильцы, которые просто завернуты на религии. И те. И те не смогли и процента набрать, чтобы это работало в плюс. И они согласились с тем, что это не работает. Уже хорошо, что согласились. Уже согласились. Но при этом, если бы они взяли возрастную группу и посмотрели, как религия влияет на деменцию, они бы нашли взаимосвязь. Прямую взаимосвязь деменции и религии. Религия очень сильно способствует этому. Именно люди в возрасте, которые только должны накапливать знания и могут передавать. То есть это накопители, как флешки. Мудрость должна была быть. А мудрость не случилась. Знания, ведь они столько прожили, они могут поделиться. А у них не случилось. А у них атрофация происходит. А знаешь почему? Потому что жадность. И жадность, и нет интереса. Жадность, когда ты накапливаешь, накапливаешь, все это тухнет в праху. И не отдам, все. А это все в прах, да. Да. Потому что оно гниет, в них гниет. Прямо. И вместо этого начинают передавать детям не знания, а материю. Навязывают вот эту тяжесть, как на свадьбах дарят. Десять комплектов белья. Двадцать пять подушек. Я не знакома. Сколько там? Три телевизора. И потом эти дети вынуждены тянуть это как-то использовать. Либо своим детям раздавать. Но выкинуть жалко же, ведь родители же старались. Вот она остановочка. Я свадебные свои подарки вывезла на дачу, да. А потом, когда вывозили, вот там машинами вывозили мебель старую, мусор, все это забирали, там люди отдавали. А я туда же все наши свадебные подарки. Я себе куплю новые. Да. Я хочу другое. Да, потому что. Я не хочу больше этого. Так вот она остановка на самом деле, когда новое не позволяешь себе, потому что, ну, жалко же, да, родители же старались. Ну, оно же было, да. Все. Все. И ты сам себя останавливаешь. Как же сервиз, он же еще не битый. Я же его еще даже не распаковывала. Да. Вот оно. Смотри, какая подмена знаний на материю. То есть родители передавать бы знания, мудрость, да, бабушки, мудрость, а передается материя. Да, да, да. А она тормозит, а это прах. А смотри. При этом, вот возьми, как жадность работает, те же самые дубайские шейхи. Да. Ведь смотри, как они, деньги приходят, и тоже. Они осознают, что они, ведь это их жизнь. Ну, давай, ладно. Если они не вложат сейчас то, что пришло, просто под чулок положат, они не привлекут другое. Все это под песок, и все будет разрушено вправо. И сами не проживут в красоте. Ведь на самом деле приятно же, когда ты живешь и осознаешь, что ты можешь позволить вот это увидеть себе. То есть имея деньги, имея богатство, да, это же ведь на самом деле позволение себе вложить это так, чтобы ты увидел. Не в сундуках ковырялся и кайфовал, приложил, опять закрыл, переложил, а тут ты ходишь в черный, ну, черный мир видишь, да, грязный, грязный, черный, нищий, больной, злой. Нет. Ты именно вкладываешь это для того, чтобы я выходил на улицы и наслаждался, что я вижу, машины летают, там дома красивые стоят, люди счастливые ходят. Вот это действительно, и ведь тогда, это действительно, ты жизнь прожил не зря. Да? Когда ты это спрятал, не в чулу. Куда ты, да? Тогда ты это выдал. Да, да. И тогда и долголетие твое с этим будет связано. Конечно. И все остальное. Это все напрямую связанные вещи. И это про мудрость и про развитие. Да, именно об этом. Это про мудрость. А когда все в чулочек, все в чулочек, то ты с девочкой живешь. Для этого им надо было, чтобы у них в одном дворце жили одновременно те, кто еще начинал с пустыни, и те, кто родился уже в роскоши. А значит, это коротенький срок. Это коротенький срок, да. Это про то, чтобы все было одномоментно, чтобы это одномоментно не было утеряно. Вот это про мудрость. Чтобы это все было передано. И новое поколение было обучено вот точно так же твоими действиями. Вкладывать, расширяться, развиваться. Не ограничивать, не обрезать, не уменьшать. Не зажимать, не забирать, да. А именно расширяться. Вкладывать, расширяться. Вот смотри, если наложить фильтр расширения сейчас на Беларусь. Вот если посмотреть в Беларусь. Какой процесс идет в Беларусь? В России? Нажатие. Конечно. А надо, чтобы шло на расширение. А сжатие, потому что запрещено, обрезается. Туда не ходи. Туда не ходи, это не делай. Все. И оно полностью закрывается, сжимается. А надо, чтобы шло расширение. Вот в Дубае пока идет рост расширения. И когда смотришь, понимаешь... Там мудрость. Мудрость там идет вдох. Когда наполнение идет. Вот этот момент. Смотри, какой парадокс. Наполнение, но при этом и не о жадности. Не о жадности. А это о жизни. Когда ты знаешь, что ты будешь... Ты вдыхаешь и выдыхаешь. Ты вдыхаешь, ты дышишь. А когда ты... Но для этого надо, чтобы были клетки, которые дышат. И для этого надо, чтобы они были свободны дышать. Вот это очень важное момент. Конечно. Это про приток сюда, сюда бизнеса. Про приток сюда людей, которые не отток, а приток. Которые будут готовы. Как Дуба сейчас к себе заманивает людей? Так смотри, а он заманивает людей как? Насильно или же свободой, опять-таки, красотой? Слушай, у них такие финансовые условия созданы, что даже он... Что ты сам захочешь. Да. Белорусский бизнес, стоп, сидит весь там. Да. Так почему? Потому что ты не заманиваешь. Даже не так. Не заманиваешь. Ты не насильно притягиваешь, заставляя. А ты действительно... Человек сам, видя это, я хочу, я хочу, я хочу. Да. Вот оно. А смотри, опять-таки, в том же самом Дубае. Даже когда у детей проблемы с аутизмом, да? И работа родителей. Насколько работа тех родителей отличается от работы здесь. Небо и земля. Детям сразу дарят весь земной шар. Все знания и все возможности. О каком аутизмом дойдет речь? Все. Тема закрывается вам. Да, она будет закрываться. Она будет уходить. Болезнь эта будет уходить оттуда. И посмотри, в каких регионах с детьми работать легче всего. Конечно. Вот. Легче всего работать с Дубаем. Там, где сознание нарушения идет. С Европой нормально. Да. С Европой нормально. Америка, Канада нормально работает. А насколько сложно работать? Узбекистан, Таджикистан. Вот эти страны. Это виллы. Это виллы. Казахстан. Да, да, да. Это об этом. Насколько родитель готов подарить весь земной шар ребенку? Он готов подарить 10 комплектов белья, но не земной шар. Да. Привязать, упаковать вместе с этими комплектами белья. Это только это ценно. Только это ценно. Да, да, да. То есть именно материю. Вырванный кусок. И тогда имеет то, что имеет. Тогда идет прах к праху. Тогда идем мы все к праху. Ты знаешь, мне сейчас что радует? Мне с белорусами начало нравиться работать. Настолько нормальные люди пошли. Я просто в афиге. Вот сколько последних консультаций были в белорусы. И насколько люди честно работают. А ведь белорусы это ближайшие к нам зеркала. Как мы сразу упирались в тело и не хотели работать с белорусами. Так сейчас пошла движуха. И это счастье. М-м-м. М-м-м. М-м. Субтитры подогнал «Симон»